Всем привет! Сегодня я на своем канале открываю новую категорию под названием кулинария. И тема сегодняшнего непосредственно видео у нас будет про самое простое, очень вкусное, такое блюдо, как блинчики. Ну что, приступим? Итак, для приготовления блинов нам понадобится Первое, самый первый, самый простой ингредиент, щепотка соли. Дальше, я обычно все это дело заливаю некипятком, стаканом, чашкой горячей воды, около 70-80 градусов, в районе кипения. Как вы видите, соль растеряется. Дальше, что нам еще понадобится? Итак, нам понадобится щепотка шафрана. Если кто не знает, как выглядит шафран, то шафран выглядит вот так. Сейчас я вам пока постараюсь показать, если камера сведется. Вот так выглядит шафран. Вот он нам понадобится. Засыпаем все в наш сосуд, в котором мы будем это все дело готовить. Шафран уже находится там, насыпаем немножко сахара. Приблизительно, ну может быть столовая ложка, чуть больше. Сколько или без, смотрите, по усмотрению. Нет четких правил приготовления блинов. И не будет такого, что насыпьте 2,5 грамма того, полграмма сего, такого не будет. Насыпали сахар, соль, положили в шафран. И в горячей воде, чтобы вода натянула цвет, мы перемешиваем, растворяем соль, сахар. Прошу вас обратить внимание, видно вам уже или нет. Но вода, сейчас я чуть-чуть сделаю меньше. Вода в нашей миске уже стала иметь такой приятный золотистый оттенок. В принципе, можно добавить еще чуть-чуть шафранчика. Наши блины должны же не только выглядеть красиво, но еще на вкус, поэтому кроме шафрана мы сейчас внесем еще дополнительные ингредиенты. Итак, следующий наш ингредиент это розовое варенье. Оно продается в крупных супермаркетах, есть продажи. Стоит оно, конечно, намного дороже, чем обычное какое-нибудь варенье или джем, но нам его надо, я его непосредственно использую только для блинов, нам его понадобится кофейная ложечка, может быть, чуть больше. Значит, мы используем одну кофейную ложечку с горкой, добавляем, растворяем опять же в нашей горячей воде. Все, мы начинаем размешивать то, что у нас получилось, и смотрите, насколько уже желтым, насыщенным цветом обладает вода. Вода горячая, если мы будем добавлять яйца в муку, она может привариться и свернуться. В общем, будем сейчас охлаждать. Охлаждать данную основу мы будем при помощи банального молока. Значит, для приготовления я не готовлю малое количество блинчиков, я всегда готовлю много блинов, поэтому для заполнения данной миски, в ней, наверное, литра три объема, я использую литр молока. Значит, вливаем первую половину молока, 500-600 грамм, не имеет значения, вливаем, смесь остыла, доливаем все остальное. Итак, дальше мы вливаем яйца, ну, на эту, на свою посуду я использую 4 яйца, 4 больших яйца, можно 3, но мне больше нравятся 4 яйца. Проверенный результат, рецепт, яйца желательно домашние, если нет домашних, постарайтесь выбрать яйца максимально крупного размера, тогда блины будут очень вкусными. Значит, только что я вбил 4 желтка, и давайте мы сейчас их размешаем в нашем молоке. Значит, у нас, если кто-то прослушал или не обратил внимания, 200 грамм воды, литр молока, 4 яйца, шафран, соль, сахар. И чайная ложка, кофейная ложка розового варенья. Все, мы разбили нашу основную часть, яйца размешали с молоком. Итак, следующим ингредиентом для приготовления блинов будет мука. Я использую два типа муки. Первый тип муки, это так называемая кукурузная мука. Обычная мелкая кукурузная мука. Сейчас, секунду, постараюсь вам показать. Вот так вот она выглядит. Мелкого помола, высший сорт, если не ошибаюсь. Нам ее необходимо приблизительно, ну где-то 2-3 столовых ложки. Приблизительно. Я все делаю на глаз, насыпали чуть-чуть и венчиком выбиваем, вымешиваем, чтобы не образовывалось у нас комков. Ну, это классика жадна. Тут ничего сложного нет. Любой человек, который находился на кухне и хоть раз размешивал венчиком тесто, понимает, что надо мешать, взбивать, чтобы не образовывалось комков. Что дает кукурузная мука? В дни достаточно большое содержание крахмала, блинчики становятся еще более желтыми по цвету. То есть, желтизну первую нам дает шафран, вторую желтизну нам дают яйца, и третья желтизна, оттенок, да, нам дает кукурузная мука. Вот мы разместили, не разместили, а засыпали где-то 2-3 столовые ложки с горкой кукурузной муки в наше тесто, наше жидкое. У меня есть, кстати, комбайн, но мне почему-то приятнее все делать руками. Теперь мы добавляем обычную, классическую пшеничную муку, высший сорт. Усредненно на литр молока необходимо приблизительно 2-2 стакана муки. Я стаканами не меряю, я насыпаю так, как есть на глаз, и всегда пользуюсь своим глазомером. Ну что, вымешиваем наши блины или тесто. Блинами они станут чуть попозже. Мы размешали нашу муку, и теперь необходимо добавить в муку жир, потому что если будем так пытаться спечь наши блины, пожарить наши блины, они немного подгорят. В качестве жира я использую обычное подсолнечное масло, где-то 2-3,5. Столовой ложки, и где-то ложечку столовую, не больше. Можно добавить оливковое масло, тоже даст хороший, интересный такой привкус. И видите, как, надеюсь, вам видно, как отличается оливковое от обычного подсолнечного масла. Делать полностью на оливковое мне не нравится, потому что горчит, немного горчит, поэтому это нам не нужно. Нам, наоборот, необходимо уйти от этого. Ну что, замешиваем. Вернее, размешиваю. Хочу вас предупредить, что кукурузная мука имеет свойство осаживаться снизу. Она тяжелее, чем пшеничная, и в растворе блинов его периодически тесто необходимо разбалтывать. Размешивать, разбалтывать, как угодно называете. Консистенция вам видна. Сейчас я поставлю сковородку, нагрю ее, переставлю камеру, и начнем жарить блины. Чуть не забыл рассказать о том, что в обязательном порядке я добавляю в блины ванильный сахар. Сейчас выведите на один пакетик. О, неудачно разорвало его просто. Один пакетик. Вымешиваем. Без ванильки никуда. Если хотите более пикантный привкус, мне лично нравится, но в моей второй половинке не очень, можно добавить щепотку корицы. Очень вкусно получается, но, опять же, на любителя. Потому что кто-то любит корицу, кто-то не любит корицу. Я пока буду без корицы, просто с ванилькой. Мы вымешиваем. Почему я не добавлял в самом начале ванильку? Вы знаете, я увидел, опыт мне показывал, показал, что если добавить в самом начале ваниль, то она как-то свой запах теряет к моменту приготовления очень серьезно. Получается, что мы готовим, и запаха ванили мы не чувствуем. Не знаю, почему так, но вот так. Все, значит, я переношу камеру, достаю сковородку. Поговорим сейчас еще и на тема сковородок. Ставлю это все дело на плиту, и начинаем мы жарить наши блины. Ну что, сковородка нагрелась. Давайте начнем жарить наши блинчики. Не забываем помешивать наше тесто, потому что мука, как и кукулозная, имеет свойство оседать, как я уже говорил. Берем необходимое нам количество. Шипений нет, это хорошо. Значит, первый блинчик у нас будет жариться не на большом огне, а при умеренной температуре. И получится очень-очень, как это сказать, не то что мягким, эластичным. Итак, начинаем его жарить. Прямо у вас перед глазами происходит процесс поджаривания нашего блинчика. Вы видите, как уходит влага в виде пара. Надеюсь, вам видно. И, в принципе, он должен быть очень эластичный. Ну, лопатка это стандартный инструмент. Лопатка, место, куда будем складывать, и я перемазываю блинчики сливочным маслом. Значит, какие есть еще варианты? Можно, я сейчас отсуну тесто. Что можно делать? Блинчик можно просто поджарить с одной стороны, поджарить, перевернуть, поджарить на вторую сторону. Можно в него положить сразу какую-то начинку. То есть, поджарил с одной стороны, перевернул, только начинаешь поджаривать, наложил начиночку, переворачиваешь, сворачиваешь в конвертик или в треугольничек. То есть, есть разные варианты. Вот сейчас уже видно, да? Блинчик более-менее спокойно подошел. Он там не супер-пупер шипит. У него приятный желтый внешний вид. Мы аккуратненько отделяем внешнюю сторону. Можно подождать подольше, и тогда внешний ободочек сам будет начнет вставать. Но я не люблю. Тогда блинчики получаются немного пережаренные. Ну что, пробуем? Я переворачиваю руками. Вот такие вот у нас получаются блинчики. Сейчас он поджарится. Ну, а я поправлю камеру, чтобы было видно. Вот такой вот у него внешний вид. Мы не торопимся. Я сейчас уменьшу температуру, комфортнее, потому что я сначала ее нагревал. Все, блинчик. Блинчик у нас с этой стороны прожарился полностью. Мы можем, если есть желание, положить сюда сырочек. Сыр из-за того, что блинчик горячий начнет таяться. Заворачиваем его. Полукруг делаем. После чего делаем треугольничек, если так это можно назвать, да? И с сыром получается просто обалденно вкусно и быстро. Особенно, когда у меня приходят гости, я в режиме нон-стоп. Друзья, знакомые. Можно жарить, общаться и весело проводить время. Так, ну что с нашим блинчиком? Видите, здесь появляются небольшие пивозырьки. Я не знаю, видно вам или нет, вздутие небольшое. Это говорит о том, что блинчик жарится. Жарится активно и успешно. Значит, комфорта может быть у меня просто греет неравномерно. Поэтому, если у вас вдруг не греет точно так же, как у меня неравномерно, то можно периодически его поворачивать. Я признаюсь, я не готовил блины на газовой плите. Не подскажу, как это готовить, но теоретически понимаю, что можно готовить на тонкой алюминиевой сковородке. Давайте еще поговорим о разнице. В чем разница между алюминиевой и чугунной сковородкой? Дело в том, что алюминиевой сковородкой, когда наливаешь на нее блин, вернее тесто, когда наливаешь, она очень быстро теряет свою температуру. Все, готов наш блинчик. Мы его сняли. Сейчас за кадром вы не увидите, но я намажу блинчик маслом. А пока я наливаю новую порцию нашего теста на сковородку. Значит, наливаем тесто. Уже тесто шипит на сковородке. Это свидетельствует о том, что сковородка, в принципе, зашла в рабочий режим. Алюминиевая сковородка, когда наливаешь на нее тесто, она сразу теряет температуру полностью, мгновенно. И она дальше не может продолжать жарить. Чугунная сковородка, она более имеет массу, большую массу, намного тяжелее, чем алюминиевая. Поэтому она достаточно продолжительное время передает тепло блину. То есть, вот пока мы подняли сковородку с конфорки, если с алюминием, то все, процесс жаркий приостановился. То вариант с чугунной сковородкой, процесс жаркий блина, не приостановился. Он продолжается еще какое-то определенное время. Вот с чем мне нравится чугунная сковородка. Теперь давайте поговорим о температурном режиме приготовления блинов. Значит, блины можно готовить, ну, я готовлю в двух вариантах. Вариант номер один, температурный режим, когда очень быстро она нажарит блинчиков. Тогда, как говорится, включается максимальная мощность конфорки. И блины получаются чуть-чуть жестче, чуть-чуть суше, но жарятся достаточно быстро. И они имеют большую такую загорелость, если можно так сказать. И вариант номер два, то есть абсолютно противоположное. Чуть меньше температура, жарится намного дольше. Ну, не намного, там, грубо говоря, на 1 треть дольше жарится. Но зато блинчик получается мягкий и эластичный. И имеет золотистый цвет, не пригорает. То есть, вот вы видите, у нас уже появились определенные сдутия, как я их называю. Это свидетельствует о том, что блинчик практически готов. И можно его будет сейчас снимать. Сейчас я на поджарю еще несколько блинов и покажу, какой бы получился результат. Ну и продолжим. Так, давайте теперь поговорим на тему количества сахара для блинов. В начале приготовления теста, в начале видео я показывал, что я использую там где-то приблизительно полторы столовой ложки сахара. Приблизительно. Почему полторы не больше? Да потому, что если покласть больше сахара в блины, то блины будут реально пригорать. Я не люблю коричневые, пригоревшие блины. Я люблю светлые, с небольшими затемнениями блины. Ну, то есть, обычно местами, где контактируют с ковороткой, немного пригорают или так далее и тому подобное. В отношении густоты теста, я вам ничего не скажу. Это надо пробовать на глаз, смотреть, пробовать. Я люблю. Можно делать более густое тесто, будет более толстый блин, более жидкое тесто, будет более тонкий блин. Все. В принципе, можно и так, и так. Блины жарятся достаточно быстро. Поэтому, главное, не прозевайте, чтобы они не пригорали у вас. Если вы когда-то готовили блины, то тогда, в принципе, и вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Все. Мы прошлись по ободку, посмотрели, что у нас и как у нас. Перевернули. И жарим дальше. Вот я немного заговорился и уже немного не тот результат, который я хотел бы. Немного передержал блин. Значит, если блины хрупкие, причины может быть три. Слишком много масла подсолнечного вы добавили. Слишком много сахара. Он горит и блин хрупкий. И третий вариант. Слишком много воды. Поэтому, если вы чувствуете, что блины хрупкие, рвутся, то вам необходимо добавить чуть больше муки. Ну, по крайней мере, чуть-чуть вы улучшите ситуацию. Все, блины жарятся. Все основные моменты, аспекты рассказал. Повторюсь, я блины мажу сливочным, каждый блин мажу сливочным маслом. Тогда они не засыхают и ничего с ними не происходит. А, забыл вам еще кое-что рассказать. В принципе, не знаю, покажут. У нас целая бадья, миска, тесто. И, если вы захотите, или вдруг у вас возникает необходимость сделать паузу. Не такого, как я, да, приостановить видео. А просто сделать паузу, жарить блинов. То никаких проблем нет. Вы можете тесто спокойно накрыть пленочкой. Натянуть, да, на ваш сосуд с тестом. И поставить тесто в холодильник. До вечера, если вы жарите блины с утра, то до вечера блины однозначно простоят. Ваше тесто простоит. К сожалению, больше может настоять тесто или нет, не подскажу. Я обычно блины жарю в тот же день. Ну что, давайте сейчас я поставлю паузу. Вернее, для вас пройдет всего пару мгновений. А я вам уже покажу готовый результат. Народ, ну что, пока пачку или стопку нажаренных блинов я вам не покажу. Потому что на запах пришли мои домочадцы. И совершили, как бы, так сказать, акт хищения тарелки с блинами. Поэтому блины мне придется сейчас нажарить заново. Но не в этом вопрос. Сейчас я сделаю соленый блинчик. С сыром. Значит, как вы увидели, я перевернул блин, положил и быстренько на него накладываем сырочек. Пока я с вами, знаете, достаточно тяжело жарить блины и снимать видео. Потому что чуть-чуть, секунду туда, секунду сюда и уже не то. Не фэншуй, как говорится. Все, ждем, пока нагреется. Наш блин чуть-чуть поджарится и прогреется. Значит, сырок вполне видно, но я уже вижу, что сырок вот здесь, вот здесь и по краям. На этом кусочке уже поплыл, ну или расплавился, как угодно. Будет очень вкусно. Благодаря тому, что у нас мало сахара, блины можно делать как соленые, так и сладкие. Вернее, как с солеными, так и с сладкими начинками. Так, что у нас? Все, я думаю, что мы можем первую половинку вот так вот накрыть. Да, накрыли. И теперь можно подождать одну-две секундочки, или, вернее, не две секунды, а пару секунд, пока прожарится с этой стороны. И дальше мы переворачиваем на другую сторону. То есть, буквально, буквально пару мгновений. Раз, мы перевернули, все, жарится с этой стороны. У нас появились такие симпатичные, небольшие коричневатые пятнышки, которые смотрятся тоже очень прикольно, симпатично. Мессирочек в них расставит. Смотрите, сейчас, по идее, ну, обычно из практики, да, уже видно, как сыр начинает плавиться и поднимать блины. Я сначала думал, что это тесто. Нет, это сыр. Под сыр спучивает, можно так сказать, да, вот как мыльные пузыри. И вот сыр начинает вот так вот тянуться, и так вот поднимает он блин. Смотрите, мы его уже поджарили. Он поднимается по всей площади, и такая толщина, как будто там сантиметровый слой сыра. На самом деле, я положил три небольших кусочка. Так, ну что, давайте перерезнем его. Опа. Так, мы перевернули наш блинчик сыром. Все, буквально, два мгновения, и можно его снимать с плиты. Ну что, народ, вот такая вот стопка блинчиков у меня получилась, за исключением, правда, тех, которые были похищены домочадцами. Блинчики можно есть отдельно, можно там с сладкими, либо солеными начинками. Как угодно. Можно с вареньем, можно без ничего, можно с творожком. В общем, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.